Гуманитарный конвой по пути в Запорожскую область проезжает Мариуполь. Этот город наши бойцы освободили в 1922 году. Здесь многое напоминает о тяжелых разрушительных боях. Дома, в которые прилетали снаряды, завод «Азовсталь», который стал последним местом укрытия нацистов, пустые дороги и улицы, на которых редко встретишь людей. Но многие кварталы города уже восстановлены. Построены новые дома, школы и детские сады. Жители начинают возвращаться в родной город. Работает даже кондитерская. В числе гуманитарной помощи владимирцы привезли для участников СВО два автомобиля – «УАЗ» и «Хантер». Их доставили в Мелитополь на автопоезде. Один автомобиль отправился в Крым, другой предназначен для наших бойцов в Запорожье. Так сегодня выглядят освобожденные города на этом направлении. Это школа города Токмак, а это жилой дом, от которого остались одни руины. Наша съемочная группа с гум-конвоем отправляется в Херсонскую область. По пути в военную часть проезжаем поля. На расстоянии сотен метров здесь установлены противотанковые бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона». Выходить из машины на этом участке опасно. Передвигаться по обочине строго запрещено. Там могут начинаться минные поля. Дорога местами сильно разбита. Автомобилям приходилось снижать скорость. Но через несколько часов, наконец, удалось добраться до военной части. Владимирцы привезли бойцам долгожданное оборудование, а также запчасти для автомобилей, в том числе покрышки. Их здесь особенно не хватает. Разгружали гум-помощь под сетью, которая натянута для защиты от дронов. Один из бойцов – наш земляк из Судогодского района. Помощь всегда нам нужна. Мы рады этому, что нас не забывают, помнят о нас. Большое спасибо Александру Александровичу, нашему губернатору. Передаю привет своему поселку, Красный Богатырь. Военнослужащие поблагодарили владимирцев за помощь. Бойцы говорят, все оборудование, которое собирают для них неравнодушные жители, помогает сберечь жизни людей на передовой. От гвоздя и до самых продвинутых систем рэп и беспилотных аппаратов – это жизнь наших стадат. Поэтому от всей души спасибо вам огромное. Победа будет за нами, враг будет разбит. Руководители гуманитарного конвоя, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Сергей Наумов и депутат законодательного собрания Дмитрий Рожков. Они установили связь с новыми военными частями, где выполняют свой долг наши земляки. Самое основное, что нас здесь рады видеть и довольны, то, что мы привозим. Весь груз привозим строго по назначению в соответствии с заявками командования войсковых частей. Все бойцы выражают огромную благодарность всем нашим землякам, всем нашим неравнодушным жителям, которые помогают. Владимирцы подчеркивают, наша область продолжит помогать участникам СВО и новым регионам России. Сбор помощи по заявкам военных частей налажен на регулярной основе.